Итак, перед нами огромная коробка весом 100 кг. Данное видео будет посвящено уровню хранения, и мы поговорим здесь о high-end системе NetApp AFF-A700. Всем известно, что узким местом в достижении высокой производительности All-Flash систем являются контроллеры. Какие плюсы мы получим от кластера NetApp? Всем привет! С вами команда Техлаб, и я Илья Барняков. Сегодня мы хотели бы поговорить об архитектуре Flexplot. Flexplot — это платформа, которая объединяет в себе серверное и сетевое оборудование компании CISCO и система хранения данных NetApp. Само название говорит о гибкости решения. Есть Flexplot Express для организаций малого и среднего бизнеса, Flexplot Data Center для крупных инсталляций и ЦОДов. Сегодня мы как раз и располагаемся в лучшем ЦОДе России — в московском датаспейсе. Здесь же и расположена наша облачная российская площадка компании ET Global. Она как раз построена на следующих компонентах. Сетевая часть на базе коммутаторов CISCO Nexus, вычислительная часть — это Blade Server под управлением CISCO UCS Manager и система хранения данных NetApp AFF и FAS. Каждая часть Flexplot может варьироваться в зависимости от изначальной конфигурации и может быть изменена в размерах в зависимости от потребностей бизнеса. Основная цель такого альянса CISCO и NetApp — это предоставление готовых, проверенных комбинаций оборудования для функционирования необходимого набора программного обеспечения. В нашем случае это BMW. Данное видео будет посвящено уровню хранения, и мы поговорим здесь о high-end системе NetApp AFF A700, которой планируем расширить текущий кластер NetApp на московской площадке. A700 работает на последней версии операционной системы OnTab 9.7 и пришла к нам с четырьмя дисками и полками DS22-4C. В каждое 24 накопителя SAS SSD объемом 3,8 терабайта. Итак, перед нами огромная коробка весом 100 кг. Давайте посмотрим, что внутри. Вот она, система NetApp AFF A700. Шасси на 8 юнитов и интересный модульный дизайн. Сама пара контроллеров не имеет клиентских портов. Сетевые интерфейсы, интерфейсы подключения дисковых полок реализованы через модули расширения и живут отдельно от контроллеров. В нашем случае имеем модуль с четырьмя портами Minisus HD 12 гигабит для подключения дисковых полок. Модуль Envaram суммарных 64 гигабайта на систему с зеркалированием и пропускной способностью до 80 гигабит в секунду. 40-гигабитный модуль для кластерного интерконнекта. Модуль с четырьмя универсальными интерфейсами с поддержкой как Ethernet 10 гигабит, так и Fiber Channel 16 гигабит в зависимости от установленных трансиверов. Конечно же, контроллеры и модули расширения поддерживают горячую замену. Вообще, вся А700 спроектирована без единой точки отказа в рамках шасси. И самое интересное в таком конструктиве, что шасси позволяют в будущем заменить контроллеры на новые, следующего поколения. Питание системы обеспечивает четыре блока питания по 1600 Вт. Первый и третий обеспечивают питание первого контроллера и его модулей. Второй и четвертый – второго контроллера. Спереди СХД А700 расположена система охлаждения из 12 вентиляторов, объединенных в шесть модулей. Таким образом, каждый контроллер имеет три модуля и отдельный путь до каждого. Также спереди мы видим две батарейки для питания модулей Enveram, что достаточно необычно для любой СХД в целом. Предлагаю взглянуть на сами внутренности А700. Начнем с контроллеров. Снаружи действительно только служебные порты. USB в качестве зарядки телефона, удаленное управление и консоль в двух вариантах – классическом RJ45 и microUSB. Внутри также все лаконично. Два процессора Intel Xeon Broadwell всего 32 ядра с частотой 2,3 ГГц, 16 модулей оперативной памяти по 32 ГБ каждый, суммарно 512 ГБ DDR4 памяти на контроллер и Boot Device – это SSD размером 128 ГБ. Всем известно, что узким местом в достижении высокой производительности All-Flash систем являются контроллеры. NetApp A700, благодаря мощной начинке, выдает почти 800 тысяч EOPs на случайном чтении 8-килобайтным блоком и лейтенцией в 1 мс. Посмотрим же теперь, как выглядят модули расширения. Модуль NVRAM имеет на борту две планки памяти по 16 ГБ. Если бы перед нами была гибридная система FAS 9000, то в передней части мы бы увидели установленные два NVMe-накопителя по 1 ТБ в качестве флеш-кэша для ускорения операций случайного чтения. Модуль с сетевыми портами достается абсолютно так же. Это однозначно самая длинная сетевая карта, которую я видел. В нашей инсталляции мы будем использовать 10-гигабитные директа-тач кабели для подключения NetApp A700 к нашей паре Ethernet-коммутаторов CISCO Nexus 9000. В этиглобал мы преимущественно используем протокол NFS для доступа к дата-сторам в МВ. Айскази в задаче, где требуются выделенные луны, а также CIS в роли полноценного файлового сервера. Рассказать быстрой софтовой составляющей о том, какие преимущества дает нам операционная система OnTab, не получится. На эту тему у нас был вебинар, ссылка будет в описании. Там мы также поговорили о том, как SSD вытесняет обычную механику в лице SAS-дисков. На этом все. Убедившись в целостности поступившего комплекта оборудования, переходим к его установке и настройке. Передаю эстафету старшему инженеру IT Global Михаилу Новосилову. Спасибо, Илья. Так как это расширение наших мощностей на московской площадке, то 800 будет добавлен в текущий кластер SHD NetApp. В роли кластерных коммутаторов у нас выступает пара 40-гигабитных Cisco Nexus 3132 QV, которые объединены в Virtual Pro черном домен. Это позволяет двум Nexus выглядеть как единое логическое L2-устройство с точки зрения ниже стоящего оборудования, например, серверов SHD комплекса Cisco UCS. Какие плюсы мы получим от кластера NetApp? Во-первых, управление всеми системами как единой сущностью. Во-вторых, возможность миграции, например, лунов по выделенной кластерной сети, не затрагивая сеть с клиентским сторидж-трафиком. Сейчас я покажу базовые действия по настройке и вводу в эксплуатацию SHD NetApp A700. На самом деле важнее, что делать мы будем это на последней версии OS NetApp 9.7, на которой работают абсолютно все современные системы NetApp, как минимум, текущего и прошлого поколений. В ONTAP 9.7 был переработан GUI, чтобы инженерам было проще разобраться с конфигурированием, если это ваш первый NetApp. И немного расширенный функционал, доступен через CLI, это уже для тех, кто давно знаком с NetApp. Мы заранее произвели настройку SP или BMC адресов и теперь удаленно можем управлять обоими контроллерами. Заходим в консоль контроллера A и загружаем ONTAP. Система пришла к нам с предустановленной версией 9.7.p3. На кластере мы используем более новую версию операционной системы 9.7.p5, поэтому нам надо обновить обе ноды до ввода в кластер. Делаем это через Boot Menu и пункт 7. Install New Software First. Образ загружаем через интерфейс E0M. Переходим ко второму контроллеру и выполняем все те же действия по накатке обновлений. Если мы видим приглашение в кластер Setup Wizard, значит все завершилось успешно. Контроллеры мы обновили, теперь можем добавить их в кластер. Определяем настройки порта управления и на вопросе создать новый кластер или присоединить к существующему выбираем второе. Нам предлагается подтвердить автоматически сгенерированные из LinkLocal под сети IP-адреса кластерных интерфейсов новой ноды, а также указать один из IP-адресов в существующей кластерной сети. Нода была успешно добавлена в кластер. Покажем ее из ClusterShell. Аналогичную процедуру выполняем для второй ноды. Переименуем добавленные ноды в более удобный для восприятия вид. Проверим наличие алертов, а также убедимся, что включена отказоустойчивость HA-PAR. Переименуем рутовые агрегаты по аналогии с существующими. Все дальнейшие настройки и управления будут осуществляться через кластерный интерфейс, поэтому SP-адреса мы можем уже закрыть, они нам больше не понадобятся. С помощью браузера переходим на веб-интерфейс управления кластером. Видим новую систему A700, два ее контроллера A и B, а также две подключенные SSD-полки DS-22.4C. Провалившись в полку, можно посмотреть информацию по дискам. Создать дата-агрегат из еще незадействованных дисков очень просто. При этом интеллектуальная система сама подбирает рекомендованные на ТАП параметры. В нашем случае это два агрегата по 66 и 46 ТБ. Зададим именования агрегатов, принятые по стандарту для нашей компании. Все переименования происходят в онлайне. В More Details можно посмотреть более подробную информацию по агрегату, а также его дисковой составляющей, количеству RAID Group, местоположению и функции диска. В RAID DP это Parity, Deparity, либо Data Disk. На новых агрегатах уже можно размещать пользовательские данные, однако наша настройка еще не завершена. Следующим пунктом перейдем к сетевой части. 40 гигабитные порты E4A и E4E используются для кластерного интерконнекта, E1A и E1B для дата-трафика, остальные можно потушить. В роли дата-свечей используется Cisco Nexus 9380 с возможностью создания VPC, поэтому наши порты для дата-трафика агрегируем по WCP. Балансировка по IP по умолчанию. Агрегированную группу портов сразу добавляем в бродкаст-домейн A0A, для которого применяется настройка MTU-9000. Тоже самое выполняем для ноды B. Агрегированные порты у нас есть, а виланы еще не заданы. Объявить их можно через GUI, а также через плейбуки Ansible, но чтобы сильно не нагружать мое видео я сделаю это через CLI. Вернемся в веб-интерфейс, обновим данные на странице и сопоставим виланы. Каждая нода кластера имеет одинаковый набор виланов. Соответственно логический сетевой интерфейс может располагаться и впоследствии быть перемещенным на любую ноду кластера. Чтобы данная отказоустойчивость работала в автоматическом режиме, порты одинаковых вилан мы добавляем в один бродкаст-домейн. Покажу как это делается на примере VLAN 12. Мы успешно расширили наш кластер до 4 нодового. Теперь он готов принимать еще больше данных и выдерживать нагрузку более 1 миллиона иопсов. На нем могут располагаться до 260 терабайт физических данных, что с нашим коэффициентом компрессии и дедупликации дает порядка 1 петабайта эффективного пространства. С вами были Илья Барняков и я Михаил Новоселов. До новых встреч!